Аким области провел рабочие поездки по южным районам области. Кумар Ахсакалов посетил социальные и производственные объекты города Аркалык, Амангельдинского и Джингельдинского районов. Провел встречи с жителями сел-регионов о том, как прошла поездка и по каким направлениям развиваются южные районы области, расскажут мои коллеги. Одним из первых Кумар Ахсакалов посетил тест города Аркалык. С 2019 года идет планомерная реконструкция теплоцентрали и ее основных коммуникаций. Заканчивается переход котельных станций с мазутного топлива на уголь. Также в городе планируется полный ремонт теплосети в 6-м микрорайоне и центральной части Аркалыка. Кумар Ахсакалов подчеркнул, что ремонт городской тест находится на особым государственном контроле, а Кем области поручил закончить реконструкцию теплоцентрали в утвержденные сроки. Это важнейший проект. Вот мы приехали с берега. Мы здесь. Да. Вот прокурор области. У них на контроле работы по котельным, по теплосетям, то есть по всему комплексу обеспечения, в деятельности городов, особенно города Аркалыка, где изношенность началась наиболее высокая. В прошлом году мы приняли решение, специально выделили деньги на то, чтобы подготовку, химподготовку, значит, для новой практической котельной кинфонтарии обеспечивать. Иначе все это работало бы не так уже эффективно, как нужно. Поэтому это важнейший проект. Будьте добры сразу делать. Также Кем области посетил участок ремонта дороги недалеко от Аркалыка. В этом году здесь планируется провести средний ремонт трассы до границы с Акмалинской областью. Общей протяженность участка 38 километров. Реконструкция отрезка пути является частью масштабного проекта по ремонту республиканской автодороги между Кустанаем и Казалардой. В ходе реализации проекта будет заменен асфальт, а также расширена сама магистраль, что улучшит пропускную способность трассы. Кумрак Соколов подчеркнул важность ремонта дороги, отметив, что в будущем ее ремонт значительно увеличит товароборот между частями страны. По Урал и в южную Сибирь, через Кустанай, через Петропавловск. Понятно, что вот этот вот маршрут, он наиболее короткий и выигрывает на метрах 500. Вот это поручение, которое должно выполниться, это важнейший проект. И тогда в городе Аргалуке будет такой транспортный узел собирается. Здесь только благодаря большой перевалке грузов логистические услуги будут развиваться. Услуги по проживанию, мало средний бизнес будет развиваться больше. Потому что весь кузопоток с юга пойдет через год. Это важный проект для нас. Мы его обязательно добьем до конца. Хорошо. Ну и горожане получат возможность благодаря вот этой дороге доезжать до Астаны в кратчайшее время. После Кумарак Сакалов ознакомилась с реализацией проекта по созданию роликового завода в городе Аркалык. Здесь производят подшипники разных размеров. Открытие завода состоялось в июне этого года. Также владелец предприятия планирует открыть в городе птицефабрику по разведению бройлеров. Проектная мощность фермы в будущем может составить до 300 килограммов мяса птицы в год. Открытие нового производства сможет создать 40 рабочих мест. Здесь есть вот такие ангары. Каждый ангар составляет 720 квадратных метров с инженерной среды и инфраструктурой. И мы хотели туда разместить. У нас мне давно был план, уже 3-4 года назад я его нашел план. Даже построил птичник. Но у меня из-за коммуникации инженерных не хватило денег. И здесь вот пришла идея. Здесь размещение бройлеров на два птичника. В каждой по 10 тысяч голов. Двух птичников будет составлять 20 тысяч голов птиц. Будут созданы 40 рабочих мест. Среди личные зарплаты всего 70 тысяч ленгей. О Кембласти провел встречу с жителями села Тасты Мангельдинского района. Жители села активно задавали вопросы Кумару Ахсакалову. Многих сельчан интересовала тема реконструкции местных сетей водоснабжения. Когда в селах округа будет отремонтирован центральный водопровод. Я хочу обратиться к вам с таким вопросом. Наш водопровод нуждается в ремонте. Местами он уже сильно изношен. Больших аварий еще не было. Но думаю, это вопрос лишь времени. Прошу как-либо решить эту проблему. Другой важной темой, которую озвучили местные жители, стало усиление мобильной связи на территории Тастинского округа. Население Аулов, Карнсалды и Горняк говорят о слабом интернет-соединении и мобильной связи в своих селах. Аким района Далгат Карбозов ответил, что в ближайшее время в округе установят вышки и передатчики для усиления связи интернета. Дмитрий Муштал, Жас Нижигитов, телеканал Костанай.